Я обращаюсь к вам с просьбой. Пожалуйста, используйте систему PySend. Она работает везде. Мы проверили. Система работает. Будем рады вашим откликам. Сейчас, друзья, пожалуйста, переключитесь на систему PySend. Всего вам самого-самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, сегодня мы встречаем и провожаем Старый Новый Год. Звучит, конечно, потрясающе. Старый Новый Год. И я от всей души хочу сказать вам спасибо вам, мои дорогие. Спасибо за корм. Нам его хватит дней на 10. Спасибо за подаренную нам жизнь. Спасибо за то, что помогли встретить этот Новый Год нам сытыми. Спасибо вам, люди. Многие в прошлом году нашли у нас дом. Мы обязательно сделаем счастливый ролик и покажем вам этих детей. И, наверное, только благодаря вот этим счастливым фото из семей у нас до конца не падают руки. Понимаете, вот эта улыбка, когда смотришь на довольного малыша, что сопит у кого-нибудь на руках или лежит на диване кверху пузиком. Вот за эти минуты счастья, ребята, мы и работаем. Я говорю о тех, кто действительно от души работает. Для кого эта цель — спасти? Знаете, в такие минуты думаешь, что ты не зря живёшь. Конечно, мы черпаем океан ложкой. Или, как говорят, с гребём ситом против стечения. Да, ребята, спасать в России очень тяжело. Очень. Нет законов, нет защиты, нет поддержки. Зато есть куча правил, куча запретов. К сожалению, это наша страна. Единственное, на что остаётся, это просто надеяться и верить, что рано или поздно мы же берём пример с Запада. Так, может быть, мы не будем поверхностно хватать, а может быть, копнём глубже и поймём, почему у них нет бездомных. Может быть, потому, что у них принят закон о стерилизации и запрет на разведение собак частным лицам. К сожалению, ребят, жизнь приюта — это не только сытый, прожитый день. Чаще всего этот день начинается с проблем сметания, как спасти, как достать и куда везти, чтобы оказали помощь. Прошлый год был очень тяжёлым, просто чудовищно тяжёлым по раненым зверятам. Сейчас начало Нового года, но мы продолжаем их лечить. К сожалению, так же бросают коробки, так же бросают малышей, совсем крошечных сосунков. Вот это самое страшное. Никогда не понимала людей, которые отрывают новорождённых деток от мамы. Если уж они у вас родились, то хотя бы дайте им возможность выжить, дайте им возможность начать кушать самим. Не гневите Бога, люди, будьте хоть каплю милосердны. А ещё и страшно, когда их просто вывозят и бросают в поле. Неужели так трудно вывезти к какому-нибудь магазину, к рынку, поставить эту коробку? И там куча людей проходит, и кто-нибудь среди тысячи найдётся один добрый, кто поднимет эту коробку. А вот в поле у малышей такого шанса нет. И те, кто вывозит их в поля, на обочины, они обрекают их на страшную, на мучительную смерть. Выхаживать малышей очень трудно. Очень. Заражённость глистами просто чудовищная. Они впитывают их с молоком матери. Я говорю о бездомных. Но очень часто и домашние щенки, которых выбрасывают в коробках, оказываются заглистованными. Ребята, это страшный бич приютов. Глисты разъедают малышам кишечник. Даёшь глистогонку даже минимальную часть, и всё равно срывается на кровавый понос. Это страшно. Малышей выхаживать очень страшно. Да я думаю, что многие из вас об этом знают. И тем не менее, мы делаем всё, что в наших силах. Да ещё и пристраиваем. Вот откуда у нас берутся бездомные, ребят? Это разведенцы. Ведь всё авито у нас забито малышами. Породными, непородными, которых отдают за бесценок и бесплатно. Вот это и есть ужас. И как бы мы ни пытались, ребят, мы не в силах побороть то, что творится в нашей стране. Вот этот беспредел по бездомным животным. Глазки маме покажите. Глазки покажите, мои хорошие. Мамы скины. Глазики, мои хорошие. Полегче. У рыженького глазик полегче. У чёрного ещё тяжёлый. Ничего маленький. Всё будет хорошо. Да, мои солнышки? Мы глазки капаем, да? Сейчас глазки прокапаем. Да? Ну и так, промыли. Сейчас мы глазик положим в мазь. Мазь положим. Глазик уже полегче. Хороший мой. Да? Сидит и ждёт, пока ему глазик закапают. Сейчас второму закапаем. Да, и второму тоже. Так и будешь сидеть? Ты мой хороший. Покажи, Мартечка. Всё, сейчас мы мазь положим. Да? Покажи глазик. Всё хорошо. Сейчас, мой золотой. Сейчас всё промоем. Всё будет хорошо. Сейчас, мой хороший. Промыли. Сейчас мазь положим. Маленький мой. Да, котик? Глазик промыли. Вытерли. Убрали всё с трубья. А теперь сейчас мазь положим. И всё будет хорошо. А потом укольчик сделаем. Ты мой хороший. Я благодарна вам за то, что вы с нами. Но часто стоит выбор, ребята. Накормить или вылечить. И я благодарю вас. Спасибо вам, люди. Сейчас мы накормили. А теперь я прошу вас. Помогите долечить тех, кого мы спасли в 2019 году. Но выздоравливать они будут в 2020. Помогите, пожалуйста. И благослови вас Бог. Продолжение следует... Продолжение следует...